Музыка Вооружившись распылителями, специальными препаратами и защитной одеждой, ветеринары и сотрудники Госкомитета по биоресурсам шаг за шагом дезинфицируют площадки для подпорки дихих животных. В первую очередь мы обращаем внимание на буферные так называемые зоны, на районы, граничащие с республикой Чувашия, Самарской областью, с другими приграничными регионами для того, чтобы предотвратить проникновение этого заболевания на территорию нашей республики. В России африканская чума свиней выявлена в 38 регионах, в том числе у наших соседей Удмуртии и Чувашии. Это неизлечимое заболевание и в случае заражения больная скотина уничтожается. Так, в 2022-м в Татарстане из-за вспышки под забой пошли 18 тысяч свиней. Сейчас в промышленном животноводстве более 400 тысяч голов. Если болезнь их настигнет, это будут огромные экономические потери. Все заболевания в основном опасны и передаются элементарным методом. Например, африканская чума, через кабанов. Они поели траву, люди сходили в этот же лес, ягоды собрали, не обработали, скочили траву, корм дали животным домашним. По поручению Рустама Миниханова в республике следят за популяцией кабанов. При необходимости пресекают их бесконтрольный рост. Также же мы производили обработку совместно с ветвобъединением, раскладыванием вакцины против бешенства. Это полтоядных животных. У нас было разложено 16 тысяч доз. Также это общий охотничьи угодья и охотничьи хозяйства Красновидова. Дезинфекцию проводят и от ящера, узелкового дерматита, птичьего гриппа и других заболеваний. Обрабатывают не только кормушки для животных и птиц, но и миграционные тропы. Работы ведутся в 15 районах республики. Павел Драгунов, Игорь Романов, ТНВ, Новошишминский район.